Декларации не будет, по крайней мере, в ближайшие два года. Налоговики попросили перенести введение единой декларации о доходах. Откат в школьной столовой. Директора школ требуют от арендаторов до 1000 долларов за то, что им дают возможность кормить детей. Оградить детей от интернета. Специалисты заявляют, что педофилия в Кыргызстане во многом процветает из-за доступности детям интернета. Отсрочка всеобщей декларации о доходах. Инициатива совместной комиссии правительства и других госорганов провести в стране масштабную акцию по сбору данных о доходах граждан, похоже, будет приостановлена. Государственная налоговая служба не готова к нововведениям и просит отложить эту инициативу. Налоговую декларацию граждане Кыргызстана, достигшие 18 лет, должны были начинать сдавать с этого года. Государственная налоговая служба даже обозначила срок до апреля. Хотя госслужащие и так на протяжении нескольких лет сдают декларацию и данные о доходах, которые затем обнародуются. Но зачастую чиновники или недобросовестные бизнесмены не платят налоги и скрывают свою прибыль. Прямое следствие – теневая экономика. Именно поэтому властям сегодня интересны не средний класс, а люди с достатком. Сама компания по декларированию превращается в всеобщую. Вот тогда все это будет очень четко видно. И то есть вот это декларирование не ради того, чтобы узнать, как какой-то фермер воилий, какие у него доходы. И не для того, чтобы узнать, как сантехник, где делать, чего он получает. А для того, чтобы выявить те активы, которые, скажем, записаны на племянника, на дядю, тем же госслужащим. Глава общественного наблюдательного совета при государственной налоговой службе, а также руководитель палаты налоговых консультантов Татьяна Ким уверена, что кыргызстанцы начнут сдавать декларацию только после проведенных разъяснительных работ. Поскольку сейчас все думают, что государство намеревается знать о доходах всех граждан. Разработаны уже целые программы, привлечены доноры под это. То есть разрабатываются сегодня брошюры, образцы заполнения деклараций. Будет пытаться налоговая служба донести вот именно настоящую цель декларирования до каждого человека. То есть вот какие-то основные цели, преимущества, выгоды декларирования. Мы постараемся так, чтобы это было донесено вот для каждого дома в самом отдаленном селе. Но чтобы донести и объяснить цели декларирования, нужно время и, конечно же, немалые средства. В государственной налоговой службе просят депутатов перенести данную инициативу на 2015 год. Хотя если народные избранники все же решат, что нужно собирать данные, ведомству ничего не остается, как исполнять. Большая цель именно наше при всеобщем декларировании, это провести анализ полученных вот этих всеобщих деклараций и встречать их с доходами и с расходами граждан. Вот это самая главная большая работа. Это не цель собрать, а вот именно, прости потом, аналитическую работу для выявления несоответствий и для борьбы с коррупционными проявлениями. Некоторые депутаты считают, что если граждане начнут сдавать декларацию, то у них появится так называемая история доходов и выплаты налогов. Так делается в более развитых странах. Это в будущем будет способствовать получению кредитов. Однако для этого необходимы условия, к примеру, чтобы финансовые институты рассылали нужные бланки по электронной почте. В Кыргызстане же все иначе. Если вовремя не сдадите декларацию, понесете административную ответственность. Впрочем, эксперты предполагают, как бы то ни было, лет через 5-7 общество к этому нововведению привыкнет и будет регулярно отчитываться, сколько было потрачено и сколько заработано. Ринат Шамсудинов, Турлан Сатышев, Бишкек, Кыргызстан. Достан все достанет, в том числе новые лифты и снегоуборочную технику. Такой заказ намерена разместить мэрия Бишкека не за рубежом, а на отечественном предприятии. Речь идет о заводе Достан. Мэр Салмуркулов обошел цеха завода, который по своему назначению является оборонным. В нем производят торпеды, стоящие на вооружении военно-морских флотов ряда стран, главным образом России. Отметим, Достан – единственный завод из подобных четырех в бывшем Советском Союзе, который выжил и продолжает свою работу, производя другую продукцию, более мирную. Например, медицинские центрифуги, предметы бытовой техники, пароварки и обогреватели. Так вот, теперь вполне возможно, что оборонный Достан станет выпускать и лифты для жилых высоток, и спецтехнику для коммунальщиков, снегоуборочные машины, пескоразбрасыватели, поливочное оборудование. То есть как раз то, в чем сейчас столица нуждается как в воздухе. В Бишкеке во многих домах лифты отслужили свой срок, а на дорогах снег убирают не машины, а люди с лопатами. Кстати, сам завод с удовольствием готов принять заказ от мэрии. Сообщается, что уже ведутся переговоры с потенциальными поставщиками комплектующих для сборки лифтов и дорожной техники. Пока здесь намерены собирать из изделий готовую продукцию, а в будущем завод намерен производить запчасти самостоятельно. Сегодня этот завод может выпускать абсолютно все. От оборонного заказа до элементарных, скажем, кастрюль, скажем так. Мы заинтересованы для города приобрести или обновить, или реконструировать очень много направлений. Это спецтехника, это даже лифты. И сегодня завод ведет переговоры с Белоруссией о совместном производстве этих же наших пассажирских лифтов. Школьники могут остаться без обедов. Об этом журналистам сообщила член общественного совета по образованию при президенте Анара Дауталиева. По словам правозащитницы, арендаторам столовых приходится платить откаты, которые идут в департамент социального питания или директорам школ. На ежедневное питание каждого ребенка в школе выделяется 14 сомов, но фактически для детей с 1 по 4 класса остается меньше половины этой суммы. Если же арендаторы отказываются платить так называемый откат, у них сразу возникают проблемы с соответствующими службами. Между тем, с сентября по декабрь 2012 года арендаторы обеспечили школьников горячим питанием на сумму более 55 миллионов сомов. Хотя из бюджета было выделено всего 15 миллионов. Анара Дауталиева предложила создать независимую комиссию, которая попытается найти возможные выходы из сложившейся ситуации. Комиссия рассмотрит вопросы о ликвидации департамента социального питания как ненужного и коррумпированного органа и передачи его обязанностей в районные центры образования. В свою очередь вице-мэр Бешкека Айгули Субакунова пообещала, что как только в мэрию поступят средства, долги арендаторам будут выплачены. Если мы сегодня не разберемся, тогда нам нужно поставить вопрос о питании детей на уровень до президента, до Совета обороны. Я уже туда обратилась с уже заявлением. И нам нужно всем миром решить вопрос, стоит ли кормить детей при таких коррупционных схемах. Педофилы в Кыргызстане начали искать своих жертв через социальные сети. Правозащитники заявляют, что уже есть случаи насилия школьников. Таковы данные некоммерческой организации, проведшей опросы среди бешкекских детей. Бороться с извращенцами активисты предлагают на законодательном уровне. Прежде всего предлагается ограничить доступ детей к порносайтам. В Кыргызстане, в отличие от городов России, так пока не делают. Хотя уже можно было бы. Здешние извращенцы тоже начали прибегать к возможностям всемирной паутины. А именно находить объект своей похоти через соцсети. И уже есть первые случаи насилия детей. Такие страшные данные озвучивает некоммерческая организация Эль Пекир. Она провела исследование среди несовершеннолетних бешкекчан. И выявила, что обезопасить детей от сексуальных маньяков можно при помощи ограниченного доступа к определенным сайтам. Понятно, что никто в Кыргызстане не собирается вводить цензуру в социальных сетях. Но зато можно оградить несформировавшуюся детскую психику от провоцирующего видео. К примеру, порно. Оказалось, что более 4,5 тысяч сайтов, содержащих порно, в том числе и с детьми, легко открываются в зоне Кейджи. Организация Эль Пекир собрала 20 тысяч подписей за закрытие доступа к этим сайтам. Однако обращаться к властям с просьбой внедрить соответствующий закон не стали. Те подписи, которые мы очень тяжело собирали в течение года, они просто могут быть выкинуты в мусорку. И поэтому мы стали искать партнера. Организация попросила помочь в инициировании соответствующего законопроекта известных правозащитников. Изначально речь шла о приравнивании интернета к СМИ. Однако правозащитники поняли, что это может сыграть на руку некоторым политическим силам. Изменения в законодательстве должны быть. Они должны быть не на ущемлении, а на регулировании с точки зрения демократии. А не так, что интернет сейчас приравнят к СМИ и начнутся массовые закрытия сайтов. Мы против этого. Поэтому сейчас мы будем с экспертами работать. Впрочем, парламент уже работает над таким документом. Еще осенью прошлого года он взбудоражил некоторых активных интернет-пользователей. Последние решили, что власть приступает к введению в зоне КИДЖИ цензуры. И выступила против законопроекта в том виде, в котором его собирались рассматривать депутаты. Однако и те, кто против введения цензуры, понимают, что как-то детей уберечь от ненужной информации надо. Поэтому предлагают методы, которые успешно действуют пока в странах Европы. Можно прийти к провайдеру и сказать, у меня дома есть ребенок, ему 13 лет. Можно мне не полный доступ к интернету, а ограниченный. То есть, чтобы порносайты, какие-то сайты жестокость и так далее, так далее, доступ к ним был ограничен. Сейчас законопроект, который даст правоохранительным органам право влиять на распространение в интернете опасно и развращающие детские умы информации, дорабатывается. Над документом трудятся эксперты, представители провайдеров, депутаты и специалисты Министерства образования. На суд парламента, который и должен решить его дальнейшую судьбу, документ попадет минимум через три месяца. Иркин Аламбеков, Бакат Кушалиев, Бишкек, Кыргызстан. Такова информационная картина дня. Спасибо, что были с нами и до следующих встреч в эфире.